Начну со странного. Лавров назвал трусами Блинкина и Борреля, которые раньше времени покинули заседание ОБСЕ для того, чтобы с этим самым Лавровым не встретиться. Я так дам небольшой контекст для наших зрителей, что в конце этой недели прошло заседание ОБСЕ, на котором присутствовал Лавров. Из-за этого Украина и страны Балтии бойкотировали это мероприятие, а вот такие уважаемые люди, как, например, госсекретарь США и глава европейской дипломатии, были вынуждены покинуть заседание раньше, чтобы не пересечься с этим представителем страны-террориста. И при этом глава МИД Северной Македонии сказал, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ себя исчерпала, то есть не нашли они способа, как это сделать, не нашли юридической лазейки. Но все это выглядит очень странно. Украина вообще не приехала из страны Балтии. Кто-то вынужден раньше уезжать. Лавров хамит журналистам на этом мероприятии. Вы верите в будущее этой организации в том виде, в котором она есть, и нужна ли она нам вообще в мире? Хороший вопрос. Давайте параллельно проведем с ОБН. Я не верю в будущее ОБН, так же, как и не верю в будущее ОБН по безопасности и сотрудничеству в Европе. Объясню, почему. Эти обе организации были организованы во времена противостояния Советского Союза и США, а потом, когда Россия, как правоприемник Советского Союза, заняла свое место и правила, которые были написаны для ОБН и все то, что касалось безопасности и сотрудничества в Европе, это все ушло в небытие после развала Советского Союза. Понимаете, поэтому говорить о том, что перспектива таких организаций, плюс, заметьте, да, вот сейчас нет возможности исключить Россию. Ни из постоянных членов Совета Безопасности, ни из членов ОБСЕ. А почему? Да потому что изначально, когда это создавалось, это было заложено там, в самом этом механизме. Потому что Устав Организации Объединенных Наций не дает такой возможности никому. Нельзя исключить не только Россию, но нельзя исключить и США, и Великобританию, и Францию, и Китай. Вот и все. Поэтому они поставили себя над законом, а все остальные попадали под раздачу в той или иной мере, если пять человек, например, договорились, пять стран, тогда они наказывали кого-то и шли войной, если там какая-то территория не представляет для них какой-то интерес. То есть или воздерживались, или голосовали за, или не накладывали право ветра, не использовали право ветра. Поэтому определенные решения шли. Но там, где их интересы не совпадали, каждый из них пользовался этим на протяжении 40, после Второй мировой войны и до 91-го года этим правом ветра. После 91-го это также продолжилось, еще в худшей форме, потому что старые правила остались, новых не создано, и противостояние это как будто бы есть, и как будто бы его и нет. Но если в самом начале, до 2007-го года, так скажем, сильно-то не выпячивалось, той же Россией, как говорили на Ельцин, а потом в самом начале каденции Владимира Путина, то после его этой знаменитой речи в Мюнхене, естественно, маски были сброшены, и он пошел в атаку агрессии против Грузии. Ну, опять же, Совет Безопасности, Словом, принял какое-то решение? Нет. ОБСЕ принял какое-то решение? Нет. Нет механизма. И поэтому они продолжали увещевать, так сказать, загонять проблемы вовнутрь, перезагрузка, северный поток 1, 2, вот это все. То есть они вот это все делали, и вплоть до 24 февраля прошлого года. Они также хотели это продолжить. Вы не допустили этого. Вы понимаете? То есть вы не смогли это сделать в 2014 году, в 2015 году, потому что вы тогда не были такой Украины. А сегодня вы это сумели сделать. Если бы вы сегодня это не сделали бы, были бы новые Минские соглашения, однозначно. И, опять же, этот мир продолжал бы жить по вот этим старым правилам до 1991 года, и они где-то, опять же, проявились бы, и, опять же, было какое-то несовершенство, но, опять же, все покивали головой, поухали бы, поахали бы, и пошли бы дальше под раздачей, оказывается, обычной малой страны. Это было, если мы берем постсоветское пространство, то это было, значит, это касалось, в первую очередь, моего родного Азербайджана, потому что Карабах раньше всех начался. После этого это Грузия, я имею в виду Абхазия, Цехенвальский регион и Приднестровье в том числе. Это все попало на конец Советского Союза, ну а потом это все при Ельцине приняло, так сказать, юридическое оформление с учетом миротворцев так называемых России. Везде они там оккупировали, везде они находились. Вот, и за эти 30 лет, вы видите, ничего не изменилось, они там были. Единственное, что изменилось, опять же, на территории Азербайджана, Азербайджану это удалось, опять же, не так просто это было, это за последние три года вы видели, и посмотрите, какой наезд идет на Азербайджан. И сегодня в том числе со стороны всех тех, кто жили по этим старым правилам, подчеркиваю, заметьте, да, вот в этом вопросе и Россия, и Брюссель, и Вашингтон по многим вопросам, они наезжают на Азербайджан. То есть, ну, они уже не так наезжают, как до этого, потому что Азербайджан тоже, как и вы, уже другой Азербайджан. И союзники у нас есть, и мы можем сегодня и постоять за себя. И мир совершенно другой немножко, да, и более того, эти страны друг с другом воюют. Я имею в виду и Москву, и Брюссель, и Вашингтон, да, и на вашей почве точно так же. Хотя, когда меня многие украинцы пишут, и говорят, вот вы говорите о том, что вы сделали это сами, вот освободили свои территории, а вы это же сделали благодаря Украине, потому что вот у нас война, и мы взяли огромную, оттянули на себя возможности России. Это неправда. Это вы где-то в медиа видели такое мнение, или кто-то в Азербайджане? В огромном количестве, в огромном количестве, я это видел в средствах массовой информации, определенные эксперты уступают, мне пишут иногда там в комментах, когда я это просто читаю, да. Ну, просто у меня нет возможности регулярно на эту тему говорить. Ну, коль сейчас вот этот вопрос дает, эту возможность ответить, я вам скажу такую вещь. Это неправда, потому что война, вторая Карабахская, началась 27 сентября 2020 года. Напоминаю эту дату, понимаете? Тогда вашей войны, агрессии против Украины не было. А еще до этого, 10-15 лет, мы готовились к этой войне. То есть мы армию модернизировали, внешнюю политику вели правильно, и заводили себе правильных союзников. Да, Турция, Пакистан, Израиль, как вы видите. Другое дело, после агрессии России против Украины 24 февраля, когда Вторая Карабахская война закончилась уже, и мы уже 95% территории своей вернули, а вот эти 5% мы отдали как будто по бумаге на 5 лет так называемым миротворцам, что в течение 5 лет там будем мирными переговорами, завершим этот процесс, да. Но именно тогда, именно вот эта агрессия поменяла политическую конъюнктуру и столкнулись с интересами и России, и Запада. И мы грамотно на этом сыграли. Мы грамотно на этом сыграли, потому что им было уже не до нас. А уже 5, если мы освободили 95%, значит 5% мы могли освободить намного легче. И мы не тянули уже 5 лет. То есть я к чему веду? Чтобы было понимание того, что эти правила, эти правила уже не работают. И для того, чтобы правильно реагировать, я всегда этот пример приводил. Потому что и Украина должна глядеть на этот пример и делать свои выводы. Потому что этих правил, которые сегодня говорят, есть коллективный Запад. Нет коллективного Запада. Нет такой единой системы. Потому что есть определенные общие у них интересы, которые там в рамках НАТО, в рамках Евросоюза. Но же видите, какой разбор и шатание точно так же. Поскольку им вопросом они не могут договориться, да, кончать. То есть по тем, которые вот они, для них не безболезненно они договариваются. И санкции там уже 11 уровень в этом плане. Но уже за время этой войны 550 миллиардов Запада пришло в бюджет России. То есть еще продолжается это все. В то время, как могли бы с первого дня сделать железный занус, если была политическая воля, подход и все остальное. И дали бы украинскую... Ну, это уже не сделали. А почему? Потому что правил нету. И вот это отсутствие этих правил, так называемых, когда сила права уступила праву силы. Сегодня действуют на этом все, исходя из этих принципов. И я всегда советовал бы Украине точно так же реагировать. То есть сильно не надеяться на ООН, потому что через ООН ни одно решение выгодное Украине не пройдет. Потому что если резолюция, вот которую принимают 3 раза, 140 поддержку вас, да, это хорошо. Это чисто политическая декларация. Предметной плоскости она ничего не дает. Но это информационная, чисто так мотивационная вещь. Большинство стран на вашей стороне. Но через Совет Безопасности это не проходит. И нельзя что-то сделать такое, да. Точно так же и через ОБСЕ. Поэтому вы болезненно на эти вещи не реагируете. А там, где нет, например, России, ее нет в Евросоюзе, ее нет в НАТО. То есть это исключительно коллективный Запад. И они могут сделать, да, что-то. Вы же видите, там так же в теме Украины нет единства. Если нет единства, неспосредственно там, где Украина сидит как субъект международной политики, да, именно на этой платформе. И в Евросоюзе точно так же. Хотя Евросоюз это не такая проблемная тема, да. Давно могли бы и принять ее туда. Но опять же и в этой тематике, еще до конца вопроса решен, я уже не говорю о теме НАТО. Ежели тут, где нет России, нет единства, какое единство вы хотите ждать в структурах, где есть Россия и не только Россия? Вы понимаете? Организация Объединенных Наций и там огромный, там и глобальный уют и все остальное. А здесь та же Россия. Одна эта Россия, этого достаточно в ОБСЕ, чтобы это ОБСЕ парализовать. И поэтому, когда вот, например, Украина, я понимаю, Украина сделала публичный жест. Потому что от того, что Украина пришла бы туда или не пришла бы, ничего не изменилось бы. Но сделав этот публичный жест, Украина, так сказать, работает на информационное поле своей страны, так сказать. Показывает лишний раз всему миру, что быть пожестче надо, то есть имейте четкую позицию. И те страны Балтии, которые также поддержали, то есть тоже Украину, и некоторые другие страны, они тоже, потому что они находятся непосредственно в границе с той же Россией. А все остальные, это все те страны, которые на протяжении этих всех 30 лет, а особенно последние 20 лет, они делали деньги с той же Россией. Поэтому и так огромное количество, они что не сидели после 2008 года в ООН и в ОБСЕ, сидели же с ними? Сидели. Они не сидели после 2014 года, когда была аннексия Крыма и отбоение в Донбассе началось. Сидели. А что изменилось? Вот что изменилось 24 февраля? Чем она отличается от 2014 года? Или от 2008 года против Грузии? Ничем. Эти же политики в массе своей, а учитывая нынешнюю администрацию США, например, это в основном все те же, та же команда, которые были и в 2008, и в 2014 году. Поэтому не стоит ждать от них каких-то резких таких-то телодвижений. Просто вы меня спрашиваете, стоит ли ожидать? Нет, не стоит. Ну и очень сильно-то и расстраиваться не надо. Стоит ожидать только там, и есть конкретно, вы знаете точно, что сегодня от этого человека много чего зависит. И этот человек не делает это. Вот тогда надо расстраиваться. То есть тогда надо давить. Особенно, когда на него рассчитываешь. Но у нас в Азербайджане говорят, доверять можно кому угодно, рассчитывать можно на кого угодно, но доверять можно только самому себе. То есть однозначно это в этом плане, что или доверяй, но проверяй. Потому что вы же видите, сколько таких моментов было за все последние 20 лет. И как вас? Те же многие из тех, которые сегодня вроде бы грамотно говорят, хорошо говорят. Ну и что? А что изменилось? Поэтому просто так сильно не напрягайтесь на эту тему. Я не думаю, что здесь что-то такое произошло. Есть более важные темы, которые нужны Украине, где они могут усиливать сегодня и непосредственно влиять на все. То есть я имею в виду и на выборы здесь в США, и на общественное мнение здесь в США, и в Европе, на улучшение, так сказать, работы военно-промышленного комплекса Украины в первую очередь, в том числе и военно-промышленного комплекса союзников по Рамштайну, потому что это касательно непосредственно завязано на том же оружии, и по многим другим вопросам, которые непосредственно связаны с войной на Земле. Вот эта тема очень важна с зимним периодом. То есть больше волнуйтесь и переживайте за проблемы, которые сегодня. И в первую очередь, я еще раз не устаю это повторять, вот завершаю, но это самое главное, это судьбоносное, может даже это номер один, это номер один с моей колокольной, вот с моего понимания. Усиливайте консолидацию вашего общества. Усиливайте консолидацию вашего общества. Отсутствие консолидации в вашем обществе это залог вашего поражения. Вы не победите в этой войне, если ваше общество не будет консолидировано. Вы должны быть консолидированным вокруг верховного главнокомандующего, вокруг президента. Нравится он кому-то, не нравится это, не играет никакой роли. Вы его избрали, коней на переправе не меняет, у вас война. Вводите войну и цензуру. Отменяйте всю общественно-политическую деятельность. Не может быть ни одна партия действовать, а все оппозиционные партии должны взять мораторий, мораторий до конца войны, то есть все для фронта, все для победы, только принимать законы, не выходить на телевидение, разговор не вести о том, что мы оппозиция, мы так, нет, не может такого быть, в публичной плоскости должна быть единая позиция, удар, а когда разгрот и шатание, как лебедь, рак и щука, и когда вот это все видите, это видите на Западе, а потом вы сидите думаете, а что надо сделать, чтобы в Америке по-другому думали, чтобы в Европе по-другому думали, да они даже, многие из них не знают, где на карте Украина находится, а когда к ним вдруг доходит какая-то информация про Украину, то она доходит, знаете, с разных точек зрения, одна с правительственной стороны, а другая с оппозиционной стороны, третья еще там засланные казачки, а еще полезные идиоты, и огромное количество российских продажных этих блогеров, типа Латынина, типа канала Ходорковского, типа телекомпании «Дождь», они все герои на наших каналах, и естественно, они работают на Западе, они и в Европе работают, и Европа их слушает, и сидит, и они говорят, да, ну да, у них там, да, у них там президент Зеленский заложен, что-то ссорится, у них там вот то-то, 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 а это же неправда, это же неправда, а если вы будете все едины вот так, один кулак, как нация, тогда и общественное мнение в США, в Конгрессе, в Европе, и вот по всем тем вопросам, и ВПК, и то-то, это будет предметной плоскости сильнее работать, потому что однозначно, вы сегодня эту войну остановить не можете, и вы не должны ее останавливать, и не должны идти на какие-то переговоры, и вы не пойдете на переговоры, потому что ваш президент подписал указ, а если вы воюете, так поставьте на повестку дня, что первое, что второе, что третье, да, исключите вот эти все ненужные тематики, исключите вот эту общественно-политическую деятельность на всех каналах, это ваша ахиллесова пита, а все остальное, то, что я вам сказал, есть вещи, на которые стоит реагировать, а есть вещи, на которые не стоит реагировать. Господин Юнус, спасибо вам за месседж о нашем единстве, почему поднимают такие темы, как ОБСЕ, я вам объясню, мы абсолютно тут в Украине уже не расстраиваемся, мы абсолютно от них ничего не ожидаем, 10 лет война, и они уже себя показали во всей красе, тут скорее вопрос о том, что, вот видите, вы говорите, организации, которые должны были бы обеспечивать безопасность в мире, не заложили механизм, который может исключить государство, которое совершает неспровоцированную агрессию против другого государства. Это определенной роли абсурд, и нам всем, я имею в виду всем странам, и Азербайджану, и США, и Украине, и Европейскому Союзу нужно будет перестраивать этот международный порядок через какое-то время, то есть мы рано или поздно к этому придем, поэтому эту дискуссию я и поднимаю время от времени. Ну, предлагаю перейти к более практическим вопросам. Две недели назад в нашем с вами интервью вы говорили о важности того, чтобы Украина отправлялась, коммуницировала, пыталась настроить коммуникацию, лоббизм в Америке, особенно в тех штатах, которые называют штатами-качелями, которые такие неопределившиеся, они в этот раз будут за демократов или за республиканцев. И вот как раз на этой неделе в Штаты приехала, во-первых, Ли Страс, это британская консерваторка и бывшая премьер-министр Великобритании, и приехала она с той целью, чтобы убедить американских консерваторов предоставлять помощь Украине. И вместе с этим была также новость о том, что Офис Президента отправляет так называемый специальный десант от Украины. Это группа людей, которая должна, наверное, путешествовать по американским штатам. В эту группу входят украинские депутаты, дети, которые пострадали от российской агрессии, ветераны, даже священник там. Вот я бы хотела, чтобы вы конкретно эти два кейса оценили, насколько они могут быть эффективными для смены общественного мнения в Америке по поводу помощи Украины, и насколько они могут быть масштабными для того, чтобы покрыть как можно больше людей, либо если мы говорим про электорат, либо про представителей власти. Если это совпало, то хорошо. Если они услышали таких, как я, то это вдвойне хорошо. В любом случае, это плюс. Первое. Это плюс. Другое дело, как вы говорите, масштабы. Я бы увеличил эти масштабы. Я вместе с Листрас сделал бы так, чтобы параллельно с ней был бы там Борис Джонсон. Или после Листраса туда полетел бы Борис Джонсон. И полетели бы туда все другие, все другие. Или отставники, или реальные политики, отставников в первую очередь. Тоже надо отправлять туда. А они есть. У вас вот тот же Рюте, который сегодня исполняет обязанности, досиживает, я так понимаю, премьер-министр Голландии. Там уже все-таки выборы произошли, и как будто бы через несколько месяцев другие там должны будут прийти, которые как раз-таки плохо относятся к Украине. И поэтому со всех стран, со всех стран стараться нужно брать таких знаковых отставников с именем, чтобы они работали. Потому что люди со связями, они должны, они много что могут сделать. Кроме этого, я бы усиливал не только в Соединенные Штаты Америки, 50 штатах. Вот надо сделать так, чтобы по всем 50 штатам работать надо. И не должна работать ни одна группа. Ни одна группа. Их должно быть много. И не обязательно там по 50 человек, чтобы в группе было. Понимаете? Мобильные группы по 10 человек. Вот так. Ну и эти мобильные группы должны быть правильно организованы. Вот как считаете, художественный фильм снимаете. Должен кто-то написать сценарий, должен кто-то быть автором сценарий, должен кто-то быть режиссером-постановщиком, должен кто-то писать там, так сказать, тексты, такие имиджмейкеры. И должен кто-то драматургию там провести. А вот должен кто-то еще исполнять роли, да, так скажем. Но это будут живые роли. Это будут какие-то жены военных, сами военные, люди, у которых личная какая-то трагедия. Священник, как вы сказали. Представитель Мариуполя, Ирпеня, Буча. То есть для того, чтобы достучаться, для американского общественного мнения лишний раз поднять эту тему. Там, где она знакома, усилить ее. Там, где они ничего не знают, лишний раз сказать, что вот это есть. И тогда менять в каждом штате, менять общественное мнение, поднимать градус, градус присутствия Украины в общественном сознании Америки. Поэтому я это положительно приветствую. И я рад, что услышали таких, как я в том числе. Я уверен, что я не один, который именно к этому и призывает. Поэтому это очень хороший фактор. Просто усиливайте, усиливайте. У вас есть для этого огромные возможности, у вас огромное количество друзей. Особенно на тех территориях, которые главны. Америка это номер один. Сама Великобритания, Франция, Германия. Потому что это ВПК. Германия – это первая страна в Европе. И по всем возможностям она после США идет на втором месте сегодня в поддержке также и вас. Плюс не забывайте о том, что эти страны виноваты. И США виноваты. И Германия, и Франция, и Италия. Они виноваты в первую очередь в том, что происходит сегодня у вас. Потому что это начиналось не 24 февраля, это начиналось до этого. И поэтому именно это касается сценария. Это касается того, что должны говорить люди. Вот представьте себе, вот я это все рассказываю, представьте себе, это нам говорит украинец. И он начинает это все говорить, и они говорят, а к этому мы виноваты. В 2008 мы не сделали, мы в 2014, так это мы, мы, вот это то-то, то-то. Так, значит, это наша проблема. Значит, а так они же думают, а мы тут при чем? Как будто мы не имеем к этому никакого-то, потому что многие из них даже не знают подоплек. А куда далеко ходят? Вы, дорогие украинцы, когда эта карабахская тема поднялась, многие из вас, а это рядом с вами находится, многие из вас даже не знали об этом. Хорошо, я появился в вашем информационном поле и стал параллели проводить с Крымом, с Донбассом, говорить, Крым это ваш Карабах и так далее и тому подобное. То есть это общее, потому что грузины близко к нам, они знают, понимаете? То есть эти, а для меня никакой разницы нет. Я знаю и Приднестровье, и Крым, и Донбасс, и Абхазия, и Цханвальский регион, и Карабах. Это все звенья одной цепи, понимаете? Кукловоды сидят там на лубяке. Ну хорошо, это моя работа. Вы не знаете, а как вы думаете, в Америке много что знают на эту тему? Точно так же и про нас они так же плохо знают, и про Приднестровье знают. Более того, они знают про нас с точки зрения армянского лобби там. А теперь с точки зрения украинского лобби, с точки зрения вашей проблемы, откуда они могут знать? Значит, украинское лобби, а вас там намного больше, чем азербайджанцев, чем молдаван, чем грузин, понимаете? У вас большая диаспора там, англоязычная. Поэтому вы должны и диаспору свою подключить в эти дела. По всем направлениям. У вас там открылся украинский дом, прекрасный украинский дом. Два дня он занимается важной деятельностью. И опять же, естественно, это должно быть. Этот дом находится в Диси. То есть это не проблема только посольства и этого украинского дома. Это проблема украинского народа, украинских бизнесменов, украинского гражданского общества, украинских журналистов. Ваши личные, например, в том числе. Потому что вы все и журналисты также там должны быть, которые будут это снимать, снимать фильмы, потом приводить это. Понимаете, это надо делать на всех языках. Это не надо делать только для вас, чтобы вы услышали. Потому что это внешняя политика. Но эта внешняя политика уже в другом виде, да, с точки зрения гражданского общества, как вы будете влиять. Это очень важная составляющая. Пример Израиля, посмотрите. Израиль сегодня сделал так, чтобы общественное сознание Америки, вы ушли на второй план. Израиль меньше вас, как по населению, по биографии, по всем вас, этим самым, да, стартовым позициям. Но почему они переплюнут? Да потому что они десятилетиями этим занимаются, потому что у них самое сильное лобби в Америке, это еврейское лобби. Я хочу, чтобы вы знали, как оно влияет на Конгресс, на Белый дом, на Совет национальной безопасности, на наследство массовой информации, на бизнесменов, на финансовые структуры. Посмотрите, после 7 октября вся Америка на ушах стоит именно на теме Израиля. И больше они поддерживают Израиль, чем Украину. Сегодня вот в этом вопросе. А это же не на пустом месте выросло. Поэтому вы должны сегодня, раз уж такое дело пошло, то есть вы уже должны уже сегодня, и это не должно быть так, знаете, вот разовое, это должно быть системное, потому что вы как государство, если хотите стоять вечно, значит, у вас должны быть и вечные интересы на всей этой планете, особенно в таких странах, как США. Если вы хотите влиять, Америка почему по всему миру, видите, базы у нее, по всему миру там возможности и так далее, там и фирмы у них работают, китайское чудо там, и вьетнамское чудо, везде. Почему они это делают? Потому что они лидеры на планете, да? Ну вы не Америка, понятное дело. Ну хотя бы на том уровне, на котором вы можете, вот я пример Израиля вам привел, да я пример своего родного Азербайджана вам скажу. Мы же тоже влияем уже в американском обществе, более того, это еврейское лобби, это не секрет, очень сильно помогло и помогает Азербайджан. Мы через них очень много вопросов достучались, и до конгрессов, потому что которые нас вообще не слушали, которые не знали, где на карте находится Азербайджан. А эти лоббистские организации, они реально существуют, они на законных основаниях, то есть они заключают контракт с тем или иным правительством, с теми или иными структурами, и потом налоги платят, понимаете? А у них прекрасные связи и с Конгрессом, и со следственными массами. Вот завтра вы придете туда, или кто-то из журналистов, или вот эта группа приедет, закручит контракт с какой-то лоббистской структурой. Эта лоббистская структура организует им встречу в Конгрессе, в Нижней Палате, в Верхней Палате, с кокусом украинским, поэтому с лидерами этих штатов, например, да, с представителями губернатора, с оппозицией, с демократами, с республиканцами, сделать интервью на Fox News, на CNN, понимаете? Всякие такие мероприятия, и вот, то есть, поездка 10 дней, например, да, 2 недели. За эти 2 недели они сделают очень много, и вся Америка услышит о существовании вот такой группы, которая приехала. Это же не так сами по себе, сел на самолет и прилетел, и что дальше? А вот эти структуры для этого и существуют, и они это организуют на высоком уровне, а если это будет регулярно делаться и не останавливаться, пока эта война не закончится. А война, когда это закончится, дай бог, просто это тоже нужно будет продолжить, потому что, если вы хотите защищать интересы своей страны в той или иной географии, вы должны это делать везде. В рамках того закона, который есть в этой стране. В Америке это вот, я вам сказал так, например, в Китае там совершенно по-другому это работает. Но опять же, это же не говорит о том, что вы там не должны работать. Ваши бизнесмены там должны, правительство должно работать там, не только же посольство. Поэтому, если чем больше будет туда экономических вливаний ваших туда, или китайские инвестиции придут к вам, значит, инвестиции какой-то страны приходят, значит, она будет защищать эти инвестиции. Почему Бритиш Петроли им сегодня так лояльно относятся к Азербайджану? Они и до революции относились, потому что у нас нефть. И Бритиш Петроли им все время там были. Вот после 1991 года, я как раз тогда работал в правительстве, Маргарет Петчер приехал в Азербайджан с чеком на 40 миллионов. Был президент Браун как раз был Биби, Бритиш Петроли, он тоже вместе с ней приехал туда. И вот тогда я это все... Почему они показывают свой интерес? А потом вот этот, после этого, когда Баку-Джейхан, вот этот первый нефтепровод был построен, да, Баку-Джейхан через Грузию туда в Турцию и оттуда дальше в Европу, да. Естественно, по сегодняшний день даже войны там, чтобы ни одна бомба не упала на этот трубокон. Понимаете? Вокруг, да, спекуляций много было. Почему? Потому что это затрагивает интересы тех стран, которые или там, или тут сами создают иногда такие проблемы. Потому что это не проблема будет завтра между Россией и Азербайджаном. Это будет проблема между Россией и Великобританией, между Россией и Соединенными Штатами Америки. Понимаете? Поэтому есть территории, которые они не трогают точно так, зная о том, что кто здесь главный в этих вопросах. И естественно, естественно, поэтому вы должны быть заинтересованы в инвестициях в вашу страну. Со стороны стран, которые, ну, они имеют возможность защищать свои инвестиции, да. То есть, поэтому это все как в информационном поле, так и в экономическом поле также работает, да. Поэтому Америка, вот видите, куда-то приходит, она же как приходит? Она приходит или же силой оружия, или же силой денег, или силой, там, гибридными моментами, всякими, так сказать, неправительственными организациями, такими, связанными с образованием, там, с другими какими-то неправительственными организациями, МПО создают. А потом тихо-тихо-тихо-тихо, общественное мнение в этой стране как-то меняется. А потом экономические проекты, инвестиции. А потом раз что-нибудь такое случается, и вдруг вы видите, Америка здесь очень сильно заинтересована. А в какой-то стране она вообще не присутствует и не хочет там этим заниматься, потому что там нет у нее никаких интересов. Так же, как нет интересов той или иной страны. Поэтому вам нужно, во-первых, определиться, что вы хотите, кто ваши союзники, как вы строите страну. Ну, в первую очередь, вы должны потушить пожар в собственном доме. А пожар, собственно, вы можете тушить только силой тех стран, которые реально на это могут влиять. И Соединенные Штаты Америки в этом вопросе – это номер один. Поэтому на этой территории, так же, как на территории стран Евросоюза, вы должны работать очень сильно. И то, что вы делаете здесь в США вот этими десантами, это не говорит о том, что вы в Европе не должны. Вы должны это делать во всех странах Евросоюза, во всех странах НАТО. Кроме этого, вы должны это продолжать делать и в глобальном юге. На глобальном юге, потому что если у вас зерновая тема, если у вас энергетическая какая-то тема, значит, нужно идти в те страны, в которых это зерновая тема на повестке дня, энергетическая тема на повестке дня. Там, где оружие, значит, работайте с теми странами в Европе. Понимаете, это же системный такой подход. Поэтому это, я так понимаю, на правительственном уровне должно быть решено, и потом после этого должно быть исполнение. Ну, сам факт того, что это уже началось, говорит о том, что понимание этого вопроса есть, и я к этому очень позитивно отношусь. Господин Юнус, хотела бы бегло еще в практическую сторону затронуть того, о чем мы с вами говорим, лоббизма я имею в виду. Я на днях общалась со своим источником в Америке, который связан с республиканской партией, и он такой, поддерживающий Украину, он говорит, что, в принципе, офис президента получил уже дорожную карту от самих же американцев, как в Америке действовать. Но вопрос реализации, что Украины не хватает опыта для того, чтобы качественно этот лоббизм проявлять в Америке, реализовывать? Можно привлечь оплачиваемых консультантов? Вот вы сказали, что есть компании, с которыми можно заключить контракт, и они построят эти мостики, которые так необходимы. Но вроде как, по его словам, что Украина платить не готова, не может или не хочет, это уже другой вопрос. Вот как вы считаете, не обращаясь к платным консультантам, к таким лоббистским компаниям, можно ли эффективно лоббировать интересы Украины в Соединенных Штатах Америки? Я не знаю, с кем вы говорили, видать, человек не владеет этой темой, и поэтому не знает, что он говорит. Лоббирование в Америке могут заниматься все. Все. Саудовская Аравия этим занимается, и самые одиозные страны занимаются этим. И одиозные страны в массе своей иногда даже недружественно относятся к Соединенных Штатам Америки. Или к той или иной партии, понимаете? Поэтому это законное дело, и плюс, что значит платить? Нет, нет, вы, наверное, меня не поняли. Я имею в виду, что у украинцев не хватает компетенции, профессионализма, они не знают, как это делать правильно. Что нужно платить кому-то, кто это сделает правильно и эффективно, а платить не хотят, вот в чем речь. Это не такие большие деньги. Это не такие большие деньги, и в Украине есть эти деньги. Можете не сомневаться, поэтому это не та тема, которая стоит. Это вот тот, кто человек говорит, он не понимает эту тему, это однозначно. Если бы, например, кто-нибудь мне сказал бы, организуй статью в Вашингтон-Пост, вот для вас. Взять, чтобы вас интервью, завтра в CNN, там, чтобы вас взяли и в Fox News. То есть на неделю. Сделать вас звездой. На неделю для этого нет проблем. Это обращаемся в конкретную организацию, она называет сумму. У вас есть эта сумма? Вы эту сумму выплачиваете, и через неделю вы звезда на определенных каналах. Вот и все. Это так делается. Опять же, это не такая большая сумма. Может, до отдельного взятого человека это сумма, но это не такая большая сумма, особенно учитывая то количество помощи, которое сегодня вам поставляется. Вам не кредиты дают, вам огромное количество, очень много помощи дают, и в гуманитарной сфере в том числе. А для того, чтобы это организовать, для этого не нужны такие огромные деньги. Для этого нужно просто, чтобы, когда это будет организовываться, вот, например, группа отправляет туда, чтобы там не было туристов, чтобы туда не ездили бы чиновники со своими женами, со своими детьми, понимаете, чтобы туда не ездили бы депутаты Верховной Рады в пачке и по квотам от этой партии столько, от этой партии столько, понимаете? Здесь нужен подход совершенно другой. Депутаты вообще, в моем понимании, они должны больше все ездить на фронт с автоматом в руках, с каской и жилетом, чтобы все там военные видели бы, что никакой политической деятельности в стране нет. А за границу надо отправлять конкретно, вот я имею в виду, с правильным сценарием, с правильной драматургией, чтобы не чиновники приезжали бы сюда, чтобы украинский народ приезжал, простой украинский народ, потому что простой украинский народ лучше послушать, просто рядом с ним, чтобы стоял какой-то чиновник, который со знанием языка, потому что я так понимаю, что эти люди не все могут говорить на английском языке, да? Ну и когда это все будет происходить, чтобы просто кто-то вот должен реализовывать. Тут, как говорится, режиссер-постановщик. У каждой вот такой группы должен быть режиссер, отправить туда пять таких групп, по десять человек, например, пять групп, рядом пять чиновников. И все, это организовать, лоббистскую структуру какая-то нанять, даже может быть не одну, они существуют, и они все на слуху, и они более того, они есть все на интернете, но это я же не говорю, что надо искать через интернет, об их существовании прекрасно знают и офис президента, и министерство иностранных дел, и спецслужб в том числе, и даже знают те, которые на кого работали, и на России очень многие работали, то есть и надежные страны работали, и есть, которые работали и на дружественные страны в том числе. Просто нужно их... Более того, я уверен, я уверен, найдутся и такие лоббистские структуры, которые это могут сделать и бесплатно для Украины, глядя на перспективу. То есть взрасти дерево молодости, будет где укрыться от зноя в старости, говорят у нас в Азербайджане. Поэтому в Америке очень многие бизнесмены понимают, что иногда и такие инвестиции тоже нужны. То есть лоббизм в пользу Украины, он тоже может быть бесплатным. Поэтому здесь я не вижу никакой проблемы. Господин Юнус, на этой неделе экспертное сообщество обсуждало наличие или отсутствие в Европейском Союзе стратегического видения по российско-украинской войне, но с подачи одного западного издания, не буду называть имени, чтобы мы на нем не стопорились. Хотела у вас спросить, а вот что в Америке со стратегическим видением в отношении той войны, которая сейчас в Украине? Готовы ли в Белом доме, например, к победе Украины? Как они видят победу? То есть какая вот эта конечная цель, к которой мы вроде бы все идем вместе, но, наверное, все видим по-разному ее? Вы знаете, отрадным моментом является то, что я заметил начало дискуссии в солидных кругах и дал начало этим дискуссиям бывший министр обороны Роберт Гейтс со своим таким программным 14-страничным, кажется, или 15-страничным таким тезисным выступлением, где он, так сказать, тезисно прошелся по неправильной политике Соединенных Штатов Америки за последние 30 лет, напомнил о стратегии США во времена противостояния Советского Союза и США, когда в 79-м году Советский Союз совершил агрессию против Афганистана в декабре 79-го года, и как в течение двух лет в американском обществе шла жесткая полемика между теми, кто предлагал вести борьбу с Советским Союзом по системе, так сказать, анаконды, медленного удушения, политическая изоляция, информационная изоляция, экономическая изоляция, гонка вооружений и все остальное. И ведущим здесь был Рональд Рейган, и поэтому их называют сегодня в американском обществе рейганистами. Рейган пришел, он победил, тогда и в 81-м году он пришел к власти, но в течение двух лет были те силы, которые предлагали продолжать политику, тогда был Брежнев у власти в Советском Союзе в 79-м году, и старая, так сказать, команда, которая потом по 15-20 лет сидела в политбюро, вот, и тогда до этого предшествовал Хельсинский акт 75-го года, когда евреев стали выпускать, когда вот создали вот эти все структуры, то есть тогда еще были подписаны эти самые знаменитые СМВ, договоры о стратегических наступательных вооружениях, о ракетах малой, средней дальней, то есть на ядерной тематике, да, то есть они исходили с того, чтобы хотя бы работать с этой территорией ровно настолько, чтобы вовлекать ее в какие-то общие проекты, да, чтобы не было повторений Карибского кризиса, как это было в 62-м году, да, и поэтому, то есть тактика была на то. И вот эта тактика и эта дискуссия сегодня, она присутствует вот за эти два дня, за эти два года, а если взять за последние, так сказать, 30 лет, она именно повторяется, то есть вот 30 лет они чем занимались? Советский Союз развалился, тот же Буш, отец, а потом продолжил это, Клинтон, Билл Клинтон, и они занимались с Ельцином, именно закрыв глаза, закрыв глаза на весь бардак, который был при Ельцине, и Первая Чеченская война, и Беслан, Норд-Ост, вот это, закрыв глаза на Карабах, на Абхазию, Цхемвальский регион, Приднестровье, это все при Ельцине же было, это вся кровь была при Ельцине. Я уже не говорю, в 93-м году в октябре, когда он танками бомбил там на Красной Пресне, это Белый дом, и все закрыли и сделали так, чтобы он в 96-м году стал президентом, с фальсификациями выборов, и тогда, более того, они признали эти выборы, то есть они вот шли именно этим путем, и идя этим путем, они пришли к тому, что спецслужбы пришли к власти, то есть они сами виноваты в том, что в России спецслужбы пришли к власти, они сделали все для этого, потому что спецслужбы сдали Горбачева, сделали два шага назад, после Горбачева они дали вперед того же Ельцина, отсиживаясь, а потом, когда Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти, они взяли эту власть, и вот они по сегодняшней идее эту власть держат, и несмотря на это, они даже продолжать стали после 99-го года, когда Ельцин ушел, уже с режима Путина, и с ним же точно так же, они же закрыли глаза уже, на Вторую Чеченскую войну, на Мочите-Сартирии, на вот на Беслан, на Норд-Ост, на взрывы домов, Алгодонские, вот эти все моменты, то есть они на это закрыли глаза, они закрыли глаза на его речь в Мюхене, они закрыли глаза на агрессию против Грузии в августе 2008-го, перезагрузку придумали, вот они занимались всем тем, но если тогда этим занимались всего два года, я имею в виду после агрессии, то здесь они, после агрессии они продолжали, после агрессии они, а и они 24 февраля прошлого года собирались это делать дальше. Вы поломали эту повестку дня, понимаете, я хочу, чтобы вы понимали, и вот когда вы поломали эту повестку дня, а война уже почти два года, и просвета не видно, и тактика не дать победить России и не дать проиграть Украине, они увидели, что она контрпродуктивна, она не имеет перспектив, а что дальше? И ежели говорить о том... Видели уже, да? Ну и дискуссии уже идут, и другое дело, у власти находятся те, кто хотел бы не эскалировать ситуацию, ни на Украино-Российском фронте, ни на Ближнем Востоке, вы же видели, не просто так, кто эсминца отправили, это для того, чтобы ни Иран не вмешивался, ни Хезболла, никто, потому что если там будет крупная такая война, она в конечном итоге отразится на общественном мнении здесь, в Соединенных Штатах Америки. И израильское лобби поднимется, и все те другие поднимутся, и защитников палестинцев здесь в достаточном количестве, а во время президентской кампании это кому-то надо, то есть действующей власти это однозначно не надо, а оппоненты на этом могут грамотно играть. Поэтому тема Украины, тема Израиля в общественном сознании, в политикуме, в дискурсии, она спекулятивная. И вы видите, с утра до вечера на эту тему только и говорят, вот в Конгрессе законопроект про Украину, давай связали с миграционным законом, про Израиль давай связали с налоговым законом. То есть никакой связи нет, вы понимаете, но она спекулятивная, и поэтому они вот на эту тему и будут спекулировать. Это все говорит о том, что Америка уже давным-давно находится в политическом кризисе. Этот политический кризис, просто он так явно проявляется, потому что он начался не вчера и не позавчера, он начался после развала Советского Союза, потому что правила были, да, которые вы сами прописали. Ну, кончилось, понимаете, вы уперлись в тупик, вы должны уже идти другой дорогой, новые правила должны быть. Ну, не может работать. Иногда вот эти телефоны, когда бывают, вот сейчас вот эти смартфоны, да, сейчас вышли все, на этих смартфонах же каждый раз идет апгрейд, апгрейд. Надо что-то делать. Вот, если ты не будешь это делать, то этот телефон загрузил, он перестанет нормально работать. Лучше так же и тогда старые правила большой политики, которые были сделаны после Второй мировой войны, в 91-м году все, они ушли в историю, они должны были уйти в мусор истории, надо было на их базе сделать какой-то апгрейд. Обновить, да, вот нужно сделать что-то такое, что уже отвечало бы вызовам и рискам того времени, после 91-го года. Это не сделать. И за 30 лет столько накопилось вот этого нерешенного, что этот телефон уже не работает. Ты не можешь даже набрать, ты не можешь нормально кнопки, ты не можешь нормально слышать. Вот так и в большой политике, понимаете, вот сегодня ситуация такая. Хорошая аналогия. Да, и люди стали понимать, значит, что мне делать с этим телефоном? Выбросить менять этот телефон, потому что уже внутри ничего не поменяешь. Там так уже столько вирусов, да, что он уже и не подлежит изучению. Легче этот телефон прийти. Сдать, взять какой-то новый, iPhone 15, допустим, Pro Max, или что-то в этом роде, да, или Samsung Galaxy. Никакой разницы нет, потому что вариантов очень много. Просто выберите тот, который будет отвечать для Америки iPhone, например, для Украины Samsung, для какой-то страны, то есть все образно, если говорить, да, но сам телефон должен отвечать современным потребностям, да, точно так же, он не может уже быть вот таким телефоном. Так же, как и машины, которые сегодня выходят, так же и компьютеры, которые мы видим, сегодня же мир меняется, вызовы, риски. Сейчас искусственный интеллект уже, и они не знают, через некоторое время они не будут знать, как его обуздать. А он же придет не только в бытовую жизнь, он придет и в первую очередь в сферу безопасности. И это мало не покажется, это не будет, как Хиросима Нагасаки, большие такие, большие бомбы, да, которые малышом называли. А сегодня это можно сделать одним телефоном. Придет время такое, и что будет делать тогда для этого человечества. Поэтому нужно идти много со временем. И 30 лет они этим не занимались. И поэтому, а если говорить про то, что сказал Роберт Гейтс, и как многие стали на этаже, в Конгрессе уже пишут определенные бумаги на эту тему, я знаю, для того, чтобы поменять стратегию национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Потому что та стратегия, которая была до этого, там, смотрите, был Китай, Россия, Северная Корея и Иран. Уже сколько лет? И где эти страны? Значит, или стратегия неправильно была написана, или стратегия была неправильно реализована. Во всяком случае, результата никакого нет. Значит, что-то надо менять. Поэтому эти правила, и все то, что происходит в мире, и война российско-украинская, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что наклевывается сегодня между Венесуэлой и Гаяной, так просто это не бывает. А завтра может быть и между Индией и Пакистаном. Ну, конечно, с Тайванью как будто бы они с Китаем договорились. Но, опять же, это они договорились сегодня. А если Соединенные Штаты Америки не смогут с Китаем разрулиться по многим вопросам, потому что огромное количество стран и России в том числе не заинтересованы в хороших отношениях между Китаем и США. Потому что, грубо говоря, как Россия выгодна, чтобы Китай и США бодались бы, так же и Соединенным Штатам выгодно перетянуть Россию на свою сторону, так же и Китаю выгодно перетянуть Россию на свою сторону. Поэтому Россия будет спекулировать на их противостояние. Китай сейчас смотрит на их, то, что они воюют. Оба ослабляются. У каждого своя игра. У каждого своя игра. Поэтому, когда вы меня спрашиваете про стратегию США, она просто пока... Это дискуссия. Здесь президентская кампания. Это не такая проблема, что вот в Америке завтра за месяц они все ее поменяют. Я не думаю, что нынешняя администрация, да и как любая другая, которая пойдет на это, при наличии войны, они будут заинтересованы вот так меня. Но эти дискуссии идут, да. Потому что выборы для них важнее. Да, страдать будете вы. Страдать будут все другие страны, которые в той или иной мече будут попадать под раздачу. Или Россия, или Китая, или еще какой-нибудь другой, да, крупной державы. Особенно, если она постоянно член Совета Безопасности, или же она имеет большие силовые возможности и ей наплевать на международное право. Таких стран достаточного количества сегодня, и они могут себе это позволить. Завтра даже Венесуэла, если позволит себе что-то такое в отношении той же Гаяны, задетой Венесуэлой, станет какой-нибудь постоянный член Совета Безопасности. И на Венесуэлу так же сильно не наедешь. То есть я к тому это веду, чтобы вы понимали бы, что стратегия неправильная, стратегия должна меняться. И вот сторонники, рейганисты так называемые, они вот это всего озвучивают. Вот они продвигают вот эту тематику. Ну просто огромное количество людей, которые даже географической карты не знают, которые не знают материальной части, как говорят политологи, матчасть не изучали. И до лампочки, что там происходит в Гаяне, что там происходит в Украине, что там происходит на Ближнем Востоке. Они наоборот говорят, сделаем Америку, make America great again. Вот они этим, то есть политика изоляционизма. Заметьте, она сегодня стала популярной. Она вообще последние годы популярная. Вот это я имею в виду, ультраправые, так сказать. Да здесь примером ультраправых, например, вот Дональд Трамп был. Вот ультраправые там сделали Brexit в Великобритании. Ультраправые сегодня вот тот же Орбан, пример этого. Вот в Словакии пришел. Вот сейчас в Голландии побеждают они. В Австрии они тоже есть. Также Липен во Франции. То есть их достаточное количество. То есть это популисты. Популисты, которые от технократа, технократы, ну и еще в полной мере не пришли к власти. Более того, если мы говорим о технократах, знаете, почему эти популисты иногда побеждают? Потому что вот эти 30 лет нерешенность этих проблем дает хорошую пищу для этих популистов. И сказать, что вот они на этом, они и приходят к власти. Манипулируют. Да, они на этом манипулируют. И в Америке это продолжается. Просто Америка может себе это позволить, как говорил тот же Черчилль, сделать 10 глупостей, пока на 11-м этом самом не сделает правильный вывод. И на эти 10 глупостей Америка потратит мешок денег. Вот как в Афганистане за 20 лет 3 триллиона. И не решила никакого права. Но Америка-то не развалилась. Но пострадал кто? Афганистан и соседние страны. Так же, как и все остальное. Вот то, что Америка сегодня потратила на вас. Что она потратила? 5% Пентагона. Бюджета Пентагона, понимаете? А бюджет Пентагона, возьмите, там страны-двадцатки. Вот все вот так возьмите. Посмотрите, поставьте на чашу весов. Ее бюджет? Бюджет Пентагона перевесит. Бюджет Пентагона почти 900 миллиардов долларов. Вот новый бюджет, да? 800 с чем-то миллиардов. Бюджет России, российский оборонного промышленного. Посмотрите, сколько там. Посмотрите бюджет того же Китая. А это я главной страны говорю. Я уже не говорю про все мелкие страны. Они не имеют такой большой бюджет. А та же Европа, которая вот только сейчас стала заниматься военно-промышленным комплексом. И когда на них тот же Дональд Трамп начал, да, и правильно начал эту тематику, когда им сказал, что хотя бы на 2% вы делаете свои вливаниях, тоже НАТО, да? А никто этого не сделал, потому что а что нам тратить деньги на это, когда мы находимся под зонтиком Америки? И жили хорошо, припевающие, зарабатывали деньги. Говорили, с одной стороны, борьба демократии с автократиями. И эти же демократии продавали зарождающиеся демократии Азербайджан, Грузию, Украину. Вот это все продавали автократиям под названием Россия, под названием Китай. Делали с ними деньги. В обход эмбарго даже. И после 2008 года делали. И после 2014 года делали. Вспомните, да, этот скандал на 260 миллионов евро, в который были вывеличены Германия, Франция, Австрия, и еще нескольких мелких стран Европейского Союза. Поставляли оружие России после 2014 года. Разве это не преступление? Поэтому они спокойно выходят. И Ангелы Меркель выходят. И Вальтер Штаммайер, хотя он извинился перед украинским народом. Но опять же, что от его извинений, если Украина десятки тысяч жизней положила? Что от его извинений грузин? Я уже не говорю про других, да, там их огромное количество. И они спокойно выходят, без стыда и совести. Говорят, а что я так делал? Это интересы были Германии. А Барак Обама говорит, это были интересы Соединенных Штатов Америки. Поэтому не верьте донатинам, дары приносящим. Работайте с ними, но и доверяйте в первую очередь только себе и своему народу, и своему руководству. Не занимайтесь, дорогие украинцы, критикой вашего руководства. Не критикуйте Верховного Главнокомандующего. Поэтому и Главнокомандующего в том числе, и Залужного в том числе, понимаете? То есть, потому что и Залужный, и Сырский, и Буданов, и все остальные, и Данилов, то есть все те, кто у вас там есть, да, вот это политическое руководство, военно-политическое руководство, они все подчиняются Верховному Главнокомандующему. Он их назначает на должность. Если он их назначил, ему лучше знать. Вы не имеете морального права сегодня у него спрашивать. Вы его выбрали. Вы его выбрали, вот с ними должны идти до конца. Он вас не оставил в трудную минуту. Претензии будете предъявлять после войны. Претензии можно предъявлять всем украинским президентам. Но, опять же, никого из этих украинских президентов тоже трогать нельзя. Тоже трогать нельзя. Потому что у кого-то могут быть свои сторонники. Тоже. Понимаете? Надо сделать так, чтобы какой-то мораторий был бы. Мораторий был бы. И это вас объединит. Дорогие мои, вот мой родной Азербайджан так и поступил. Сколько я могу на эту тему вам говорить? Личную судьбу свою каждый раз пример привожу. И не устаю, и буду каждый день вам этот пример приводить. Я же вот живой пример. Живу в Америке. Это не моя страна. Зачем я должен был эмигрировать со своей родины сюда? Несправедливо. Обидно было, больно было. Родителей не смог похоронить. И что теперь? Что теперь? Мне мстить правительству Азербайджана. И в результате этого мущения мы потеряем родину. И у меня не будет этой родины, территории и всего остального. И что это называется? Кому я что докажу? А где принципы? Если у меня претензии есть в политическом плане касательно тех или иных вопросов, но есть же важные вопросы. Война началась. Значит, эти все вопросы откладываются. Все они ушли. И обида ушла в том числе. И вы видите, я уже с 27 сентября 2020 года в окопе с моим народом. Уже сколько лет прошло. И вы видите, каждый божий день. И у вас случилось. Я теперь пришел с вами. Завтра с грузинами такое будет. Пойду снова. Я на их и так выступаю. И на молдавских выступаю. Почему я это делаю? Потому что я защищаю принципы. Я защищаю принципы. Суверенитет, территориальный целостный. Да. Хотя, если честно взять, никто из вас, из вашего истеблишмента, я имею в виду информационного поля, не защищали так Азербайджан, как мы защищаем вас. Но опять же, это же не говорит о том, что я не должен вас защищать. Я не буду вас защищать, если у вас появится разговор, например. Если вы будете проводить президентские выборы, будете проводить парламентские выборы, я больше в эфир выходить не буду. Не буду выходить. Вы имеете в виду во время войны? Во время войны, да. Это запрещено Конституцией, пока что только американские партнеры давят на нас. Я понимаю. В Украине как раз нет желания. Это, наверное, выгодно Офису Президента, но как раз не украинцам. И украинцы, избиратели потенциальные, они это понимают. Я не знаю, кому это выгодно. Вот видите, это выгодно кому-то. Это невыгодно, потому что Офис Президента подчиняется президенту Зеленскому. Все. Президент Зеленский четко на эту тему сказал. Просто я вижу дискуссию, заводят специально российские блогеры, некоторые ваши медийные лица, на Западе определенные эти самые. Но это не говорит о том, что этим занимается Белый дом. Это не говорит о том, что этим занимается Ранштайн, президент Зеленский и его команда. Это не говорит... Вот для меня это не говорит... Это не основание для этого. Я знаю, что тот, кто сегодня защищает Украину, и в первую очередь ваш президент, они никогда не пойдут на выборы. Потому что это предательство в отношении. Как можно проводить выборы во время войны? Ну как? Когда 9 миллионов за границей, когда идет война такая, как вы это представляете? Во время войны должно быть военное положение, военная цензура. Не должно быть свободы слова. Не должно быть общественно-политической деятельности. Не должно быть оппозиции и власти. Понимаете? Вот так должно быть. Я так это понимаю. Господин Юнус, в Украине это понимают? Ну, я не вижу, что это понимание. Это один из вопросов коммуникации нашей за рубежом, для того, чтобы объяснить, почему отсутствие выборов во время войны – это не деспотия, а не тирания такая, как в России, не отсутствие демократии, а что это объективная ситуация, которая к тому же не по нашей вине возникла. Итак, уважаемая Ирина, я мониторю все ваши каналы. Я мониторю все ваши каналы. И я вам скажу в огромном количестве, это я слышу из уст украинских журналистов и гостей, которых они приглашают в свои эфиры. Простой вопрос. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Вот видите, я принципиально на всех каналах, на разных каналах. Я сейчас многие отфутболил, но я выхожу на некоторых, которых я выбрал непосредственно, у которых большая аудитория и которые непосредственно, в которых так же это происходит. В которых так же это происходит. И я выхожу, это целенаправленно делают. Потому что я хочу своими выступлениями нейтрализовывать это, помочь украинскому народу. Мне все равно, кто у вас президент. Мне все равно. Я некоторых президентов лично знаю. Мне все равно, кто у вас президент. Это ваше дело. Но я буду защищать любого президента, кого выберете вы во время войны, понимаете? Поэтому я защищаю не президента, я защищаю Украину. И вы, и с моей точки зрения, в Украине сегодня должна быть стопроцентная консолидация. Я этой стопроцентной консолидации, к сожалению, не вижу. Если я друг Украины, лучше американцев многих, знающих, что там у вас внутри творится, потому что я все-таки этнический выходец с этой территории. А американцы, которые плохо разбираются. В менталитете украинского народа, во многих политических процессах, которые у вас происходят, или в Азербайджане, или в Грузии, или в Молдове. Они не так ориентируются. И когда до них приходит вот эта информация, то или от российской либеральной тусовки, от российских журналистов, от многих, которые популярны на ваших каналах, и они, им начинают говорить совершенно другие вещи, вот эти определенные нарративы, и формируют у них определенные мнения. А как такое может быть? Их, во-первых, не должно быть на ваших каналах. У меня уже мозоль на языке. А у вас их вагон и тележка. И плюс они медийные, уважаемые люди. Они собирают лайки. Они в начале войны, у них там 100 тысяч было. Сейчас у них 800 тысяч. И все за счет Украины. А они три года назад, во второй Карабахской войне, все, подчеркиваю, все без исключения, все представители российской либеральной тусовки, все блогеры, все оппозиционеры, и Ходорковский, и Каспаров, и все остальные, не хочу их назвать, телекомпания «Дождь», Катри Кадзе со своим мужем, все они поддерживали армию. Все поддерживали армию. А где суверенитет, территориальная целостность? И где международное право? Вы что защищаете? А что, если вы сегодня переметнулись на украинское поле, стали защищать вроде Украину? Вы Украину защищаете? Или международное право защищаете? Здесь вы говорите красивые, правильные слова. Но здесь вы совершенно по-другому ведете себя, потому что вы боретесь с Путиным. А те, кто против Путина, это не значит, что они за Украину. Абсолютно согласны. Вот это надо понимать. К сожалению, когда вы мне говорите «вот у вас так», у вас не так. Потому что я довольно неплохо владею ситуацией, связанной с внутриполитической жизнью в Украине. У меня огромное количество друзей на самом высоком уровне, и не только среди украинского эстеблишмента. Не забывайте, что там полмиллиона азербайджанцев живет у вас, которые довольно активны, довольно прекрасно присутствуют и на полях сражения, и в бизнесе, и во многих других. Плюс вы знаете взаимоотношения Азербайджана сегодня, и общества, и политического руководства с вашей стороны. Поэтому я довольно прекрасно осознанно, даже намного больше, чем вам кажется. А учитывая, что я живу здесь, в Америке, я понимаю, как здесь. Вот здесь, например, здесь довольно по-другому. Здесь на общественное мнение Украина плохо влияет. Поэтому в самом начале вы задали правильный вопрос, и вот эта тенденция, она очень важна. Очень важно. Но очень важно, чтобы так думала бы вся Украина, чтобы Украина это показывала. Вот, например, сегодня, когда кто-то захочет наехать на Азербайджан, когда выходит президент Азербайджана, он так говорит, все понимают, что позади него стоят 10 миллионов. В теме Карабаха Азербайджан ни на шаг не пойдет никуда. И никто не сможет заставить Азербайджан. Ни США, ни Китай. Они что, на нас ядерную бомбу бросит? Нет. Международ право на нашей стороне. Мы все 10 миллионов вот так объединились. И те, кто любят власть, и те, кто не любят власть, и так далее. Понимаете? У вас это есть? У вас этого нет. Но у вас есть для этого все возможности. Поэтому усиливайте и эту составляющую в том числе.